Всем привет! Сегодня мы с вами украсим имбирный пряник и сделаем праздничный новогодний домик, который можно преподнести в качестве подарка. На моем канале уже есть рецепт имбирных пряников и белковой глазури. Мы в этом видео подробно говорили про глазурь, разные ее консистенции, исходя из цели, для которой она вам нужна. Сегодня это все нам понадобится, поэтому переходите по подсказке, а также по ссылке в описании под видео и смотрите этот рецепт. Для сегодняшнего праздничного пряника нам понадобится пряник в форме домика, я его заранее уже отпекла по рецепту, который у вас уже есть. Вы можете такой домик вырезать на глаз из теста, можете воспользоваться вырубкой для пряников. Также в описании под видео есть ссылка, по которой вы можете перейти, и там будет выкройка вот этого домика. Просто распечатайте этот лист, вырезайте домик, раскатывайте пряничное тесто, прикладывайте вашу выкройку и ножом просто вырезаете, вот у вас есть домик. Также понадобится глазурь. У меня здесь 250 граммов базовой глазури, которую мы с вами готовили в видео рецепта теста и глазури. И дополнительно понадобятся красители, зеленый и красный. Это три основных ингредиента, которые нам понадобятся. Также будут вспомогательные в виде кондитерских мешков, пакетиков, которые мы будем потом пряник упаковывать, ленточки, которые будем завязывать, бирочки по желанию. Но это все вспомогательное, в любом случае это везде можно найти. Давайте приступать к основному процессу. Сначала разбираемся с глазурью. Делим ее на три части. В одну тарелочку 100 граммов, во вторую 100 и в третью, что осталось. У меня получилось 70 граммов. Теперь глазурь из последней тарелки делим на две части и одну из них окрашиваем в зеленый цвет. У меня гелевый краситель. Это будет контурная глазурь зеленого и белого цвета. Перекладываем их в кондитерский мешок. Готовим заливочную глазурь. На 100 граммов базовой глазури 2 чайные ложки остывшей кипяченой воды. Это все есть в рецепте мирных пряников. И также делим эту глазурь на две части, одну из которых окрашиваем в красный цвет. Если ваш красный уходит в розовый, как у меня, можно добавить капельку желтого красителя. И перекладываем в мешки. Получается заливочная красная и белая глазурь. И, наконец, глазурь для объемных рисунков. На 100 граммов базовой 1 чайная ложка воды. Ее окрашивать не будем. Перекладываем в мешок. Все готово. Можем разрисовывать пряник. Начинаем с белой контурной глазури, отрезая маленький кончик кондитерского мешка. И я вот так вот подворачиваю мешок, чтобы было давление. И для того, чтобы рисовать будто бы ручкой. Проверяем, нравится ли нам толщина контура на салфетке. И рисуем контур. Я это делаю очень медленно, так как рисую не очень красиво. И если вдруг сразу не получается, просто стираю контур и пробую еще раз. Когда контур целого пряника нарисовали, рисуем контур дымохода, крыши. Рисуем дверь с окном. И окошко. Теперь заливаем пряник. У мешка с красной заливочной глазурью тоже отрезаем небольшой кончик. Во-первых, у нас маленький пряник и есть узкие места. А во-вторых, так под напряжением будут лопаться все пузыри воздуха. Немного отстукиваем пряник, чтобы глазурь равномерно распределилась. Теперь кладем пряник на решетку. Это не обязательно может быть решетка, это может быть противень. Главное, чтобы поверхность была идеально ровная. Мой противень не очень ровный, поэтому пряники отпекаю на противне. Затем сразу после выпечки прижимаю прессом, чтобы они были идеально ровные. Оно сушить нужно только на ровной поверхности. У меня ровная решетка, поэтому я сушу на решетке на перфорированном коврике. Зачем мы сушим? Для того, чтобы схватилась глазурь и мы дальше могли спокойно заливать остальные части пряника, крышу, дверь. Но для того, чтобы на уже красной глазури также рисовать какие-то объемные рисунки. Поэтому отправляем пряник в духовку подсушиться. Режим конвекция 40 градусов 10 минут. Спустя 10 минут сразу же достаем пряник из духовки. И, конечно же, под воздействием теплого воздуха в духовке он стал мягким. Поэтому пряник оставляем до полного остывания на противне. Но это все-таки время, поэтому мы его снимаем, но исключительно вот такой вот лопаткой. Очень ровненько, потому что если вы возьмете пряник руками, он где-то прогнется за счет того, что он мягкий. И образуются микротрещинки, ваша глазурь сразу треснет. Пряник испорчен. Если вы боитесь, либо если у вас какой-то большой пряник, который тоже такой лопаткой не снимешь, он все равно где-то прогнется, оставляем его полностью остывать до полного затвердения на решетке и только потом снимаем. Если у вас небольшой пряник, и вы не боитесь, и будете с ним очень аккуратно и бережно, мы можем пряничек аккуратно на лопатку. Видите, вся поверхность нам лопатки. И также аккуратно мы его снимаем на поверхность. И тогда с ним ничего не случится, и мы продолжаем с ним работать. Отрезаем небольшой кончик кондитерского мешка с белой заливочной глазурью и заливаем ею двери и крышу. Отстукиваем. Лопаткой перекладываем на решетку и снова подсушиваем 10 минут в духовке. Аккуратно снимаем с решетки. И белой контурной глазурью рисуем кирпичики на красной глазури. И белой контурной глазурью рисуем кирпичики на красной глазури. Делаем контур двери. Делаем контур двери. Зелёной контурной глазурью рисуем еловую веточку под окном. Возле двери рисуем ёлку. Просто выдавливаем кружок и протягиваем его вверх. И веночек над дверью. Украшаем кондитерской посыпкой. Глазурью для объёмных рисунков рисуем объёмный снег на крыше и дымоходе. Присыпаем кокосовой стружкой либо сахаром. Теперь нужно, чтобы глазурь полностью высохла. Снаружи-то она подсохла, но внутри она сырая. Если вы на неё нажмёте, то глазурь провалится. Оставляем пряник минимум на 12 часов, максимум на сутки. Всё зависит от влажности в вашем помещении. Оптимально оставить на сутки так, чтобы наверняка. И только потом будем пряник упаковывать. Пряник готов, глазурь полностью высохла. Можем его упаковывать. Кисточкой выбираем лишнюю стружку. Кладём пряник в пакет. Завязываем. И я также продеваю бубенец. И бирку. Завязываем бантик. Мне кажется, у нас с вами сегодня получился просто прекрасный, новогодний, красивый, главное вкусный имбирный пряник, который может стать отличным подарком, сделанным вашими руками. Конечно, разрисовывать пряники это совсем не простое дело. И как я вам говорила в начале видео, я рисовать не умею. Но тем не менее, аккуратненько рисую контур, заливаю пряник, что-то не получается, ничего страшного. Главное, что этот пряник, сделанный вашими руками, вы туда вложили своё время, труд, а главное любовь и внимание. Во время того, как вы будете разрисовывать ваш пряник, у вас могут возникать какие-то нюансы. Поэтому ваши вопросы обязательно задавайте в комментариях. В целом, давайте обобщим те проблемы, которые могут произойти с глазурью. Прежде всего, это потрескивание. И чуть ранее мы с вами обсудили, что это происходит из-за того, что ваш пряник выпекался, либо сушился с глазурью на неровной поверхности. Также, если вы его руками тёплым подняли, он где-то прогнулся и глазурь треснула. И ещё в вашей духовке может быть слишком высокая температура. Ну, это три основные проблемы. На этом я заканчиваю. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши вопросы в комментариях. И до скорых встреч!